Человек-арт-объект, то есть вот я, находится снова в ДК ГАЗа. Здесь у нас довольно-таки необычная выставка Игоря Евдокимова, «Люди под водой». Вот это текст куратора Светланы Захаровой. Это улучшенная автографами Афифа. Здесь, я надеюсь, их не украдут, будут висеть маркеры. Вот это золотой маркер, я им писала, вот этот знак бесконечности, как мне сегодня приснилось Зимфира. И, соответственно, черно-белый маркер, по-моему, белый. Которым писали другие персонажи. Вот тут разные мужчины, боже мой, я забыла, и женщины под водой. Мужчина мне напоминает этого Кхала Дрога. И, по-моему, один тот же артист Аквамена играл, или не один, но они похожи просто типаж. Я в москульте разбираюсь слабо, хуже, чем в каком-то более качественном искусстве. Просто меня из москульта рисуют только Бенсон и Катрин, потому что книжка прикольная. А, собственно говоря, о москульте и о классике русалки, да, героине-героя мифа, русалки-русалы. Присутствуют во многих моментах. Здесь, кстати, очень много отсылок на какие-то классические античные позы, типажи, да. Так вот, у русалочка есть, да, диснеевская такая лайт-версия для детей, где никто не умер, ну, кроме злодеев. И такая оригинальная андерсоновская версия, трагическая. Ну, опять же, тут вопрос, что кому больше нравится, потому что, как ни странно, даже в этом диснеевском трефис определенный посыл. Но что у диснеев, что у Андерсона, если не триггерит тема, а какого нецензурного она отказалась от своей природы, это нехорошо. Но здесь мужчины и женщины не отказываются от своей природы. Их пребывание под водой временно. И фотограф Игорь Евдокимов показывает их скорее какими-то сказочными моментами, типа Нового года, чем постоянкой. В общем, приходите в Дакагазо. У меня получилось себя записать. Спасибо. 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 Спасибо.